Ставрополь 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 Шиндиректором и водителем вручил министр образования Ставрополя Евгений Козюра. Торжественная церемония уже по традиции прошла на площади Ленина в столице региона. Новый транспорт комфортабельный, удобный, а главное безопасный. Передвигаться детям на таких автобусах будет одно удовольствие. В ежедневном подвозе задействовано 14 987 детей, это ежедневно, и 604 маршрута используются. Мы охватываем 487 населенных пунктов, это в ежедневном подвозе. Транспорт удалось закупить в рамках федеральной программы. Всего за последние 5 лет в регион поступили 565 новых автобусов. Впрочем, на этом край не останавливается. Есть планы и на будущее. По заявкам, которые поданы в университет, у нас потребность в 2021 году еще 70 автобусов, и предварительно на 2022 год у нас потребность 74. С учетом этих цифр мы будем работать уже с Министерством просвещения. На Ставрополе завершился ремонт участка региональной автодороги Новоалександров-Скропотки. Работы проходили на отрезке протяженностью более 11 километров. Это направление крайне востребовано не только для жителей края, но и для транзитного транспорта, так как напрямую соединяет Ставрополь с Кубанью. Специалисты на объекте обустроили два слоя свежего асфальтобетона, нанесли разметку, укрепили обочины и установили знаки. Реконструкция трассы проходила в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова